С приветом, Набутов. Это уже упомянутый Марат Хуснулин, который занимался в том числе проектом реновации в Москве, и теперь, как известно, он стал вице-премьером, и сразу вот он выступил с инициативой, он предложил провести всероссийскую реновацию. Да, да, необходимо, пока можем начать отрабатывать это на крупных городах, потому что реновация это же огромные деньги, изменение уклада жизни, искал вице-премьер. В проекте российской реновации, добавим, он не получится просто так вот взять и начать, его надо взвесить, правда, и оценить сначала. Но мы знаем, что за московской реновацией стояли вполне конкретные финансовые интересы, вполне конкретных конкретных людей. Людей, хотя для некоторых реновация в Москве пошла на пользу, вполне. Ну, ты знаешь, у нас Даша Касьянова, я делала большой репортаж именно на тему того жилья, которое предлагают людям, попавшим под реновацию, я рекомендую нашим слушателям найти на нашем сайте и послушать. Дорогие друзья, да, давай поговорим. 731, наш телефон студии, доброе утро, мы спрашиваем же у вас, как идет еще и программа по раздельному сбору мусора в Москве. Запущенная с 1 января. 1 января она пошла, да, везде появились бачки, или не везде. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Приемчик выключите, если вам. Алло. Да, здрасте. Радио выключайте, пожалуйста. Да, выключил, выключил. Спасибо, отлично. Меня зовут Шамиль. Очень приятно. Я в Москве. Так. Виктор, я вот хотел пару слов, да, сказать про раздельный сбор мусора. Вот, я живу в Москве, ну, в московском микрорайоне. И как это выглядит вот сейчас? Да, изменения произошли с Нового года, с января. Что сделали непосредственно у нас в микрорайоне? Это установили такой очень жалкого, откровенно говоря, вида мусорный как бы бак на окраине нашего жилого, скажем так, дома. Я там паркую автомобили. Почему я на это обратил внимание? Когда я увидел этот бак, я просто, почему об этом так говорю? Когда я увидел этот бак, у меня сразу вспомнила трагедия. Она произошла примерно в 2016 или в 2017 году, когда сильный ветер в Москве растащил такую конструкцию и убила маленькую девочку, которая возвращалась со школы. Так. Может быть, не знаю, как бы в курсе, не в курсе. Ну, я не помню, но трагедий было, к сожалению, много. Каждый день прилетают. Да, ну, кроме этого, вот. И сама это, вот, никакой информации до жителей как бы не донесли. А бак-то один стоит? Их же должно быть минимум... Бачков-то несколько должно быть. Да, бачков несколько стоит. Они стоят в этой убогой конструкции. Ну, выглядит это жалко. Это никакой не уровень. Ну, не хочется как бы этим даже вникать, что там необходимо для этого делать, для раздельного сбора мусора. Вот какая-то информация. Потому что, во-первых, спасибо огромное за звонок. Спасибо большое за звонок. У меня поставили, у меня красивое у дома, значит, как это называется, ограждение. Где стоят баки. Тоже, значит, там все делалось. Восемь раз переделывали двор за последние девять лет. Шесть раз за последние пять меняли остановку. Многие в регионах завидуют нам, говорят. Вы ожерели. Ну, это чистое расходование. Не надо, ребятам, завидовать. Конечно, смотреть на это невозможно, на все. Вот. Но, тем не менее, стоит красивое ограждение. Стоит три бака, на которых прицеплены такие щиты, которые не синего цвета, на синих баках. Поэтому совершенно непонятно. Непонятно. Надо вглядываться, значит, что, куда. Что, куда, да. Куда сбрасывать. В итоге, пока, вот, по прошествии... Сегодня выбрасывал мусор, как раз с утра. Я, принципиально, не пользуюсь мусоропроводом. Он до сих пор у меня не заварен в доме, например. И периодически по трубам там шумит вся эта история. Которую потом на тележке дворники вывозят. Это все смотреть на это не... Ну, какой-то просто... Восемнадцатый век. Пока, вот, по моим ощущениям, я приношу два пакета, раскидываю хотя бы бутылки пластик и стекло отдельно. И, значит, жратву, там, вот, то для смешанных отходов, который... Пока, насколько я понимаю, так практически никто не делает. При мне вот люди подходили, прям забросили, несмотря там. Все на свете, как обычно. И так вот визуально тоже смотрят, что везде пакеты битком набросаны. Это, значит, наверное, по старой привычке как бы сбрасывают. Никакой компании в доме, знаешь, как перед нужными выборами, когда у тебя 250 тысяч всяких листовок там всего на свете. Ну, информационные, да, какие-то вещи. Французы, например, 20 лет переходили на раздельный сбор мусора. И то не лучшая страна, не эталон. 20 лет они воспитывали в народонаселении, значит, привычку. Хотя мы на три фракции как бы это дело разделять. Вот. Возможно, не только так вот. Ну, у меня так. Нет, ну ты знаешь, вот смотри. Кого-то, может, по-другому. Нет, под видеотрансляцией, например, нам комментируют, что из раздельного сбора мусора только название на бочках. Я, кстати говоря, ребят, я вас только очень прошу, вы нам пишите, да, подкуда там. Из каких районов вы нам пишите? Да, есть множество. Да, реагирует, кстати говоря, на предложение Хуснулина. Пишет, что-то мне подсказывает. Сейчас у родственников Хуснулина бизнес попрет. И внезапно окажутся талантливыми бизнесменами и бизнесвуменшими в масштабах всей страны. Ну, как же без этого? Так, еще из комментариев пишут нам, кстати, вы в курсе, что разгвардейцам подняли зарплату в два раза. За премиальные, или, скажем так, за работу на акции протеста. Это была чуть ли не первая инициатива нового премьер-министра. Мишустина, да, надбавка. Нового премьер-министра. Вот такая вот будет, да. Что показательно, на мой взгляд? Видимо, работа у него будет жаркая. Доброе утро. Так, подожди, Марья Анна нам пишет. У нас в районе Курской поставили большой бак на вторсырье. Общий бак без фракции. Я ношу вторсырье на Artplay, но они часть пластика не принимают. Ребят, спрашивают у нас, кстати, из Нижнего Новгорода пришло сообщение. Может быть, вы знаете, можно ли узнать, где в Нижнем Новгороде можно сдавать батарейки? Ребят, это должно быть в интернете. Вы в любом поисковике набираете. Кто-то нас слушает, скажите. Пункты приема отработанных батареек должно быть. Попользуюсь эфиром. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло, здрасте. Добрый день, меня Филипп зовут. Да, прошу, Филипп. Я по поводу сбора мусора в Москве. Знаете, вот я не знаю, как у остальных москвичей, у меня вызывает когнитивный диссонанс. Значит, вот вы подходите к месту сбора мусора, там висит такой маленький плакатик. На нем нарисовано синий полосой, да, один, значит, серый полосой другой. Но на самих мусорках напротив баков прорисованы такие, такого же цвета полосы, чтобы было понятно, да. Так вот, если вы обратите внимание, расстановка, значит, баков и полос на плакатике, она зеркальна тому, что нарисована в натуре. То есть, плакаты, ну, не знаю, кому как, но мне вот, как бы, тяжело. Вам непонятно. Да, по плакатам у тебя баки должны стоять в одном положении, а по факту они стоят в одном положении. Стоят ровно наоборот. Спасибо большое. Причем затраты копеечные на то, чтобы, ну, изначально можно, ну, либо полосы нарисовать правильно, либо плакаты напечатать по-другому. Понятно, спасибо большое. Я как раз вот это, у меня та же проблема, я даже, я, там, трафаретом выдавлены на этом, на, на, просто нечитаемо, что, куда, не визуально, не пиктограммы эти картинки непонятные. Ну, такие мелкие вещи. Ну, а как в Подмосковье изначально поставили два разных бака. Один темно-серого цвета, а другой темно-синего, который практически одинаковый. Неотличимый, да, ну, елки-палки, ну, такие простые вещи. Сегодня, так, 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 нахожусь сейчас в Берлине, в каждом дворе баки с разделенным сбором. Надо сказать, что и на улице мусора лежит тоже немало. Алеш, 31 готик. Наш постоянник, привет Берлину, кстати, большой. Я согласен, европейские столицы не такие чистые, как Москва. Слушатели спрашивают, ребят, неужели вы сегодня пройдете мимо темы с уходом Владислава Суркова? Конечно, нет. Более того, давайте постепенно будем к этой новости переходить. Звони. Через несколько минут мы свяжемся с политологом и главой фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Легкий, такое, значит, легкое напоминание, если вдруг вы выходные, в отличие от нас, с Витей, провели счастливо без новостей. Помощник президента России Владислав Сурков уходит с государственной службы. В субботу об этом в своем телеграм-канале сообщил близкий к Суркову политолог Алексей Чесноков. Процитирую. В течение ближайшего месяца он, то есть Сурков, будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планов. Но я напомню, что Суркова считают таким архитектором российской политики, суверенной демократии в том числе, государственным стратегом, человек, которого называют одним... Автором концепции путинизма. Опять же, нашистов он придумал, партию Родины придумал Родина, этот человек, который Рогозин, помнишь, возглавлял? Даже ему приписывают стихи нового гимна, слова нового гимна, которые в официальной доктрине Никите Михалкову принадлежат. Нового гимна слова. Значит, как причина, ну тут, понимаете, мы можем как бы ссылаться на... Ходят слухи, что, возможно, как бы изменяется направление действия на украинском направлении, и, возможно, несогласие Владислава Суркова явилось причиной. Ну, наверное, не просто так, но, на самом деле, во многие его проекты оказались неуспешными, и движения наши, в том числе, концепция путинизма, понятно, что проживет, наверное, недолго. В Украине, и в Донбассе, и в Луганске полный провал совершенно, непонятно, что с ними делать, прорвать денег, уходит туда. Вот, ну, по всей видимости, плюс там внутренние какие-то интриги, разборки и так далее. Значит, извините, перескочу, вот спрашивал про прием батареек в Нижнем Новгороде. Принимает их, дорогие друзья, на входе в торговый центр метро улицы Нартова. Николай из Нижнего Новгорода нам сообщил, так оперативно отработали. Итак, у нас на связи человек, который наверняка прояснит ситуацию более-менее. Политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Миша, ну, короткий вопрос. Последние два дня все активно различные издания обсуждают отставку Суркова. Ну, насколько я понял, официального заявления об этом еще нет. Ну, есть полуофициальное, фактически, можно считать, что это подтверждение. Дальше вопрос документа оборота или какого-то очень крутого виража, который, кажется, маловероятен. Хотя в последние дни много чего видели. Это правда. Значит, скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, вот на ваш взгляд? Ну, с одной стороны, есть довольно большие кадровые перестановки, когда нужно освобождать места от людей, уходящих из правительства, под того же Дмитрия Казака, и мы видим, немало кадров входит в правительство, тех же медведевских кадров, но мало вышло. С другой стороны, есть какой-то элемент перезагрузки возможной отношения с Украиной. Масштаб перезагрузки непонятен, и все-таки кончится все изменениями или имитацией, сказать однозначно нельзя. Но символически, конечно, смена куратора украинского направления, хотя, может быть, Сурков и не был там главным ястребом, она логична после смены власти в Украине. Что вы считаете главными достижениями Суркова, на ваш взгляд? Главное достижение Суркова, он столько лет находился у власти, включил их к критерии эффективности политика, это нахождение у власти, к выживаемости. Поэтому почти 20 лет это главный успех. Ну, а из тех проектов, которые он придумал, он же такой творческий, изощренный ум, не такой прямолинейный, как Володин, например, простой, такой примитивный, достаточно силовой. Он всегда мастер сложных, хитрых схем. Ну, опять же, скорее нужно логичнее говорить о том, что тактически удавалось. Удавалось когда-то и плюс-минус рулить внутренней политикой в России, так или иначе не ставить пока мнение действующей системы власти и проводя как-то избирательные кампании. В аппарате правительства он проработал на сфере не так долго, но тоже создавал ощущение по майским указам какое-то. Последние годы, занимаясь Украиной, конечно, это была некая двойственность. Потому что, если говорить о том, получилось ли ДНР или ЛНР создать государственность, ну, конечно, не получилось. Конечно, это как рази государственность. С другой стороны, у Украины остаются территориальные проблемы, что, как считается, в Москве препятствует ее дальнейшей интеграции с НАТО. Если задача иметь именно замороженный конфликт, как вокруг ДНР и ЛНР, задача реализована. Не только с Турковым, там принимали участие и разные силовые структуры. Но замороженный конфликт есть. — Понятно. Спасибо большое, Михаил Виноградов, глава фонда «Петербургская политика». Но ждем официального подтверждения ухода Суркова. — Ты знаешь, мне очень любопытно. Я хочу, во-первых, провести такой эксперимент. Это чисто для себя. Во-первых, понятно, почему мы дернулись. Это был некий профессиональный оттенок. Вас вообще хоть как-то озаботила в эти выходные новость об отставке Суркова? К слушателям я хочу обратиться. И еще один очень интересный вопрос. Верите ли вы, друзья, действительно в то, что Владислав Сурков является таким, как его называют часто, демиургом российской политики? Или это все-таки такой созданный им же самим имидж во многом? Плюс 7903, 797-6333, 730-101. — Я думаю, что люди, которые интересуют политикой, конечно, могут обсуждать Суркова. Это реально широкая общественность. Человек не очень известен, мне кажется. Ну, у нас был один премьер-министр, стал другой. Это кого-то вообще волнует. — Теперь росгвардейцев. — Да наплевать. — В лучших, понимаешь, в лучших, как это, традициях императора, первое, что мы делаем, повышаем гвардейцам зарплату. — Да, так, что еще? В сети магазинов «Кусвелл» в Нижнем Новгороде собирают батарейки. На всякий случай. Спасибо, кстати, говорю, что так оперативно реагируете. Да, трагедия еще просит напомнить об этом. Егор тоже из Нижнего Новгорода пишет. Трагедия вчера. Трагедия в мировом спорте. Трагедия в мировом баскетболе. Погиб Кобе Брайант. Один из, наверное, главных. Ну, вместе с Леброном Джеймсом, может быть, две главные звезды последних 20 лет. В баскетболе разбился вместе с дочерью, вылетая из стейплс-центра. Это арена, где играет Лос-Анджелес Лейкерс. Он прилетал туда на вертолете, на своем погиб. Вот такая, 41 год. Мультимиллионер, чуть ли не миллиардер. Все, четыре дочери, все великолепно. На пике, сравнительно недавно закончил карьеру. Красавец-мужчина. Бам! И как у Василий. Так, из сообщений наших слушателей по поводу Суркова. Ну, конечно, он является демиургом российской политики. Наделал много гадостей. Первые полшага есть. И вот такой комментарий от Станислава, что Сурков вовремя отчалил и эту интуицию. Черт его знает. Хорошая версия. Черт его знает. Давай пообщаемся со слушателями. Я скажу то, что я знаю точно. Он большой в очень тесных дружеских отношениях. Например, с Пелевиным. Вообще, образ его жизни, это такая там целая история. Я не все могу говорить в эфире. Об этом много ходит разговоров. С тех, кто хорошо его знает. Но он, безусловно, он автор около нуля. Он, в общем, неплохо пишет. И он такой, как бы, безумный интеллектуал, который абсолютно лишенный рефлексии, как бы, говорит, каких-то нравственных установок, любого толка абсолютно, который вот в силу исторических событий из там менеджера банка Менотеп вознесся высоко. И, в общем, вам в значительной степени вот играл во все эти шахматы византийские в нашей политике. И дружил. И, по всей видимости, перенимал иногда некоторые образы Пелевина, например, реализовывал их в реальной российской политике. — 730, 101. — Человек незаурядный. Я скажу, вот, скажем так, вот, без него будет скучно. Хорошо или плохо, все это узнает. — Не так хитро сплетено, наверное, я бы вот так сказала. Все будет прямолинейно, увы. Да, доброе утро, здравствуйте. — А, песня о ГТК Ристе, если писал, точно. Да, здравствуйте, прошу. — Полуострова альбом, да, доброе утро. — Доброе утро. — Доброе. — Ну, Сырков вспоминает анедон, помните, по-моему, в четвертом году, когда Путин посещал Крым, еще украинский. Ну, он и сейчас украинский. Вот, это самое. И когда у него как раз Волошин подал отставку, вспоминается анедон, когда он подошел к могиле Волошина, задумался и спросил туда у кого-то президента или кто-то сопровождает. А могилу Сыркова у вас нету рядышком? Вот, это старый анедон. А сейчас еще просто появился новый анедон, это точно Сырков ушел. С близостью дела по Боингу, суда по Боингу, вполне возможно, что он где-то закопан в бетон и скинут в Москву реку. — Ну, ладно, понятно, спасибо. Я, кстати говоря, ну... — Кстати, между прочим, Антон нам из Тюмени пишет, что больше озаботила не сама отставка, а если подтвердятся слухи о смене курса по Украине, страшно подумать, в какую сторону. — Ну вот, это вы развиваете концепцию профессора Соловья, который был у меня в студии совсем недавно. Вы, возможно, слышали этот эфир, если не шутли, посмотрите в Ютьюбе. — Уже выложены. — Да, и его основная мысль о развитии, вполне возможно, военной или квази-военной операции на украинском направлении, а возможно, даже на прибалтийском. — Не дай бог. — Что, дескать, там НАТО как бы не будет впрягаться, ставить под угрозу большой мировой, а это все будет провоцировать, покажет, что НАТО бумажный тигр вобьет клин внутри Европы, и уж точно между США и Европой, и так далее. — В общем, такие хитрые, хитрые, хитрые играшки византийские. — Черт его знает, это версия Валерия Дмитриевича Соловья. — А то, что совсем скоро, по-моему, в начале февраля, начинается, или в начале марта, по-моему, в начале февраля начинается открытое судебное слушание со всеми доказательствами по делу Боинга о том, что очевидно, что мы будем признаны виновными. Там вся подборка доказательств не придерешься, ни к чему она, в общем, уже публиковалась, а сейчас еще дополнена будет. Ну и, соответственно, всплывет наверняка фамилия Суркова, как куратора, наверняка. Она уже всплывала неоднократно, и там в телефонных разговорах всяких, которые, расшифровки которых появлялись. Может быть, и с этим связана причина, чтобы как бы не замарать действующего высокопоставленного политика. А так все как бы убрали, ну там уж. Может быть. Людмила из Кёнига нам пишет. Доброе утро, Даша и Виктор. Про Суркова все эти темные личности, окружающие Основного, это страшные люди. Ушел один, придет другой, такой же. А то, что натворили в Украине, будет висеть над Россией десятилетиями. Окей, доброе утро, здрасте. Давай другую линейку. Да, здравствуйте, прошу. Да, доброе утро. Алло. Алло, доброе утро. Да, здравствуйте. Рад, что дозвонился до вас. По поводу нового курса. Где-то часа полтора назад ехал по Ленинскому сторону области. Вы не поверите, без перекрытия, без всего, обгоняет колонна из трех Аурусов с одним ледоколом спереди и сзади четыре автобуса сопровождения. У нас что, как-то демократизируется? Думаете, премьер поехал? А кто у нас на Аурусах? А на Аурус много кто... Много. А вот я не знаю. Вы, может быть, лучше меня знаете. Не знаю. Нет, нет, но меня вот удивило, что не было перекрытия. Я прям как-то... Ну, это странновато, правда. Да ну вы просто... Ну, мы такой в Швеции, что ли, живем? Прям как в Японии. Вот, ну, помните ролик с вами видели? Да, да, да. Вы знаете, свежая новость. Мэр города Токио ушел в отставку, потому что воспользовался служебным автомобилем для поездки на дачу. Это скандал был всеяпонского масштаба. Включились, естественно, там его оппоненты. Раздуто было дело... Человек ездил на дачу, съездил пару раз на служебном автомобиле. Ну, это вообще... В нерабочее время. До свидания. Публичные изменения перед жителями Токио, перед нацией и уход в отставку. Как мы будем рассматривать в концепции этого четыре Ауруса, но без перекрытий? Как чушь. Как полную чушь этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот если бы... Вот если бы четыре велосипеда с ледоколом... Вот это Мишустин. Слушай, но ты знаешь, в контексте того, что рассказывают, если у нас Кутузу перестали перекрывать под кортежи с аурусами. Подожди, мы сейчас, может, и Собянина на велике увидим. Зима теплая, все позволяет. Едешь на работу, хоп, Сергей Семенович с собой в вагоне метро, например, стоит. А? Не говори. Как тебе курс на демократизацию? Не могу, нет. Это зачем? Хватит и так абсурда в жизни. Профукали страну! Не надо, люди сойдут с ума, они потеряют какие-то нормальные нравственные ориентиры, желание сесть на теплое место на госслужбе. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом москве. Да, здравствуйте. Хорошо, хорошо. Я хочу похвастаться. В этом году в Риге отговаривалась в молочном отделе с президентом Латвии. Да вы что? Охрана один человек и очень далеко от этого места. Ой, а вы не скажете, как вас зовут, простите? Ириной. Ир, скажите, пожалуйста, вы просто не поняли. Вы вот, Ир, вот вы наивный человек. Вот, ну вы что, ну как президент страны может отоваривать? Послушайте, вы же видели, как... Каждый понедельник он ходит в один и тот же магазин и отоваривается там. Вы все-таки, вот люди старшего поколения, вот наивные. Вы видели, как президент Путин, например, вот он с рыбаками. А потом он... Послушайте, я сама с ним стояла вместе. Да подождите секунду, вы просто не понимаете, сейчас я вам объясню. Вот вы видите, вот президент покупает мороженое, например, на Максе, на авиакосмическом салоне. Сардоганом. Потом президент на рыбалке. Вы обратили внимание, там есть несколько сюжетов, что вокруг него простые люди. И это всегда одни и те же люди. То они то рыбаки, то они эти самые, то они, значит, летчики. Продавщицы мороженого. Все просто там, все подставной народ. Так вот, вы просто не поняли. У вас, вы, во-первых, вы в погонах наверняка. Подождите, вас еще пригласят, Ирина. И наверняка, что весь магазин заряжен. Каждый. Как называется магазин, скажите мне, как? Ой, 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 сейчас скажу. В Владимире, там же два магазина всего. Да, они очень плохо живут, не знаем, да. Нищают. А мы об этом и телевизорами. Ну, я живу на фирмы две. Фирмы. Ну, какие? Ну, забыла. У меня сразу прям вылезли. Как вы сказали, пропагон еще просто. Ну, адрес, адрес. Диктуйте адрес. Да, Ирина, спасибо. Спасибо огромное. Ну, вот, и где та Латвия? И где она? А другое дело, мы, ядерная держава. У нас там потенциал. Все наращивается. Вся Латвия едет в последнем ауре. Она туда помещается. В четвертом причем. Ой, господи, смех и грех. Да, доброе утро. 730-100-1, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Я хочу поднять тему аурусов. Она очень жива и животрепещущая. Давайте. Потому что я тоже сегодня видел эти аурусы на Новом Арбате без всяких мигалок, даже без, понимаете, визков обычных, которые происходят на Новом Арбате. Там тысячи этих машин проезжают. А эти ехали скромно. Правда, по полосе. Разделительные. Ну окей, ладно, имеют право. Так вот, и еще. Послушайте. Там, может быть, просто никого нет в них. Может быть, это причина. Вы знаете, это очень хорошая версия. Ровно в этот момент на СМС-портал нам пишут. Просто на головной машине кортежа была картонная табличка с надписью «Пустой». Да-да-да, протаптывают, так сказать, лыжню. Да, друзья, плюс 7903-797-6333. Пару минут, и мы продолжим. Ждем ваши комментарии. Пишите, звоните. С приветом, Набутов. Вот что вы за люди? Не верите ни во что. Ты про что? Не верят нам люди, что премьер-министр может ездить, пускай на четырех машинах с ледоколом, с мигалками, там, со всеми делами, но без перекрытия. То, значит, что вы нам пишете? Доброе утро, Паурусы. Это они на ТО ехали, пишет нам Алексей. На ТО мне понравилась версия. Пишут, кстати говоря, что Насташки сегодня в сторону области Аурусы одна машина сопровождения с маячками, но никакого перекрытия в общем потоке. Это сообщение от слушателя Глеба. Пишут нам, значит, уважаемые стебальщики, объясните нам, пожалуйста, разницу между президентом Латвии, например, Америки или России, пишет нам Андрей из Ярославля. Ну, согласен, конечно, в маленьких странах все немножко по-другому, чем в больших. Да, действительно. Вот. Да, я с вами соглашусь. Ну, вот Португалия, например, уже довольно большая страна. И я напоминаю, это страна, которую мы пытаемся догнать по ВВП на душу населения уже, по-моему, 10 лет. Но сейчас даже не ставится такая задача. Она давно уже не в повестке дня. Вот в Португалии президент купается в океане на обычном пляже. Дети бегут, виснут на нем. Народ его очень любит, пишет нам Людмила из Митро. Премьер-министра Великобритании, первое лицо в государстве, фактически. Значит, например, в нерабочее время летает, пускай бизнес-классом, но обычным самолетом у нее нет возможности пользоваться авиацией. Вот он летит с людьми. Нормально, не знаю. Я, конечно, не сравниваю у всех свои традиции. Наталья из Москвы пишет, так это, может быть, старый премьер-министр скромничает после отставки? Нет, ну я согласен, что... Да-да, согласен. Это хорошо. Ему же все оставили. Я у Андрея из Ярославля спрошу, например, а почему патриарх у нас ездит и перекрываются дороги при проезде патриарха, например, летает самолетами спецотряда авиакомпании «Россия», то есть за наш с вами счет. Это почему? Объясните мне. А сейчас Андрей тебе найдет объяснение. Я просто не вижу смысла в дискуссии в данном случае. Да, ну я просто спрашиваю. Тут тема такая, она зайдет в тупик. Давайте я вам лучше расскажу. Кстати, интересно, что известный американский портал Venture Beats проанализировал статью, опубликованную учеными из университета Нью-Йорка. Значит, большое исследование. В тексте говорится о ключевых возможностях связи 6G. Значит, тестовые работы, по которым уже ведутся в Соединенных Штатах и в Японии. Они еще 5G не развернули, уже 6G. Значит, диапазон тестовый от 100 ГГц до 3 ТГц. Это последние безопасные неионизирующие частоты, которые можно будет использовать для связи. Значит, по словам специалистов, участвующих в проекте, запуск 6G через 10 лет примерно планируется ознаменуться возможность получить беспроводной удаленный доступ к искусственному интеллекту на уровне человеческого мозга в реальном времени. Как объясняют ученые, терагерцовые частоты обеспечат вычисления, необходимые для беспроводного дистанционного управления человеческим мыслительным процессом. Устройства смогут в реальном времени передавать объемы данных, сопоставимых с человеческим мозгом. Например, беспилотник с небольшим компьютером на борту будет получать указания от ИИ, обладающего намоками пилота. Здания будут строить машины, также удаленно управляемые компьютерами полностью. В эпоху 6G все вычисления будут делать искусственный интеллект. Планируемый порог введения массового 10-15 лет. Есть вопрос. Зебра ответить не может. Ну пожалуйста, зебра. А это только с искусственным интеллектом? То есть я, например, не смогу тебе хоть так в мозг посылать сигнал, типа, набутов время. Ты знаешь... Нет, сейчас все нормально, не надо паниковать. Просто к слову пришлось... Искусственный интеллект набутов парализован в этот момент. Так, что еще любопытного? Про коронавирус рассказали вам, да? Что он от змей пошел. В первом часе рассказывали, что китайские ученые определили, откуда пошел вот этот жуткий коронавирус. Значит, от которого уже умерло 80 человек. Очень тяжелое протекание болезни. Так, гибридный вирус появился примерно 2 года назад в организме зараженных змей от летучих мышей. К декабрю 2019 года добрался до людей. Предположительно, хозяева коронавируса южно-китайский многополосый Крайт и китайская Кобра. Оба вида продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Да, я напомню, что еще есть заявление в Госкомитете по делам здравоохранения КНР. Предупредили об опасности заражения коронавирусом даже в инкубационный период. И последние цифры к этому часу превысило число заразившихся коронавирусом в Китае. 2000 человек, 2002 в эти минуты. Более 300 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще из последних цифр, 61 погибшей была цифра утром, но уже вот по состоянию на 9 утра было 80 человек. Ну и мы с вами знаем, что из Ухане до блокировки успели уехать 5 миллионов человек примерно. Среди них, кстати говоря, среди зараженных оказались огромное количество вирусологов. Умер главврач больницы. Где, так сказать, где первые вспышки были? Понимаешь, это сейчас опять какие-то такие странные версии будут раздуваться в связи с этим. Не будем, не будем. Будем следить за развитием ситуации, но, так сказать, власти Китая и премьер-министр Си Цзиньпень настроены, ну, скажем так, серьезно и даже достаточно пессимистично. Несмотря на то, что миллиард человек в Китае так или иначе, так сказать, оказался под действием ограничительных мер китайского правительства. Миллиард! Да, я напомню. Они за несколько дней смогли там, условно говоря, ну, кто-то в изолированных зонах, кто-то под карантином, там то, сё, пятое, десятое. Колоссальный совершенно объем, конечно. Накануне вынужден был выступить председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что скорость распространения нового коронавируса увеличивается. Уже известно о 42 случаях заражения вне Китая, среди стран Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Непал, США, Австралия и про Камбоджу, по-моему, да, ты говорил несколько случаев? Ну, там история простая. 15 дней инкубационный период и 5 дней потом болезнь проистекает без явных таких серьезных симптомов, как обычная простуда. Поэтому, в общем, и каждый зараженный заражает еще 2,5-3 человека. Причем, как, судя по всему, вирус передается не только воздушно-капельным путем, ну и через рукопожатие или через дверные ручки и так далее. Поэтому мыйте руки, избегайте публичных пространств. Слушайте, Липи, что делать? Мыть руки, ребят, да. Насколько это возможно. Так, значит, а вы видели, таксисты, да, ездят в Ухане как раз. Едет таксист полностью в костюме химзащиты, в специальном респираторе здоровом, в больших очках, без покрова. Заблокированные Ухани вообще вот эти видео очень впечатляют. Вот эти пустые там здания, что там, аэропорты или вокзалы, я не помню, которые обошли весь интернет, это, конечно. 11-миллионный город. Так, Виктор, какое 6G? Тут бы хоть наш пол-G не пропали. Станислав из Пятигорска. Ребят, ну, что я могу сказать? Почта России! Вот наша будущая. Ну, вот, знаешь, из всяких технологий я хочу тебе сказать, что приходят к нам новости из, например, Ростеха на развитие блокчейна в России до 2024 года. Планируют вдвое снизить затраты в Ростехе. Их затраты на развитие блокчейна? Мне сложно прокомментировать эту новость, потому что мало кто понимает, что такое блокчейн или раздельное хранение архива и для чего он нужен. Значит, слушаю вас и думаю, хорошо, у нас в Сибири пробок нет, мигалок тоже, слава богу, снег идет, красота, сообщает нам из Омска. Да, везде свои преимущества. Поздравляю, кстати говоря, из хороших новостей. Подожди, по поводу поздравляю, Андрей Юрьевич Гаврилов сегодня день рождения отмечает. Андрей Юрьевич, дорогой, мы вас очень любим, всегда с удовольствием ждем в эфире, с днем рождения вас и всего-всего самого доброго. Вы считаете, что мне тут многое не нравится, я тут критикую, значит, происходящее вокруг. Ха-ха-ха! Я мальчишка. Так. По сравнению с Андреем Юрьевичем. Каждый четверг у Димы Потапенко в эфире с 10 до 11 не пропускайте. Да. Хорошие новости, да, Александр, с твоего позволения. Не верю, я не верю тебе. Бывает. Муниципальный совет депутатов Московской районы Раменки отказался от обустройства платных парковок. А ты понимаешь? Слушай, это же родной район, я там прошла. Это что, такие приятные люди? Это, да вообще, страх потеряли. Это пока они независимые. Вот их сейчас наконец-то встроят в систему государственной власти по последним поправкам к институции Путина. Так сказать, подсадят на игру мелкого подкорма. Витя, Витя. И будут в Раменке, не бойтесь жителей Раменок. Скоро будут платные парковки у вас. По вашим просьбам. Все будет хорошо. По ваш, исключительно по вашим просьбам. У тебя нет ощущения, что мы все-таки что-то упускаем? Я сейчас расскажу. Сурков ушел. Кортежи без перекрытия. Платные парковки вводить отказываются. Наличие радиации. Что происходит? Я боюсь спросить, как там Путин? На месте ли? Есть ли он? Да. На всякий случай. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Меня зовут Иван, я из Кузбасса. Очень приятно. Да, рад вас слышать. Вы знаете, вот эта новость про 6G, действительно, как кто-то прокомментирует. Вот тут 20,5G, 3G, да, у нас тут... Да, так я живу в Кузбассе, да, у нас как бы связь не всегда здесь хорошая, местами плохая. А я, знаете, вот работаю и вспомнил своих коллег, которые, ну, с высшим образованием, как вы, многие, да, большинство из них, и вот они за компьютером работают, и есть такая штука, как технологическая сингулярность, да, наверное, слышали об этом? И я вот подумал, что некоторые люди, они вот уже не в состоянии, не в состоянии уже осознавать, вот что вот эти гаджеты вот позволяют нам делать, и вот зачем эти гаджеты нам нужны? Вот, а вот когда будет 6G, это, наверное, будет прям вот что-то тоже... А вам не надо ничего будет осознавать? Вам же сказать, искусственный интеллект всем управляет, он еще и самообучающийся. А, ну, нам останется только потреблять, видимо, я так понимаю. Да, абсолютно, будь это вы для творчества и счастья, в идеале, на самом деле все закончится. Не будьте про великого нехочуху, помните? Вот это будет про нас, да. Да, да, счастье... Не знаю, мне кажется, это не наш сценарий, не российский сценарий, мне кажется. Конечно, 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 зачем нам новые технологии? Мы будем по старинке, пашем, сеем и так далее, так сказать, все нормально, конечно, мы должны оставаться людьми, а не эти сумасшедшие западный мир, который, действительно, у него все будет искусственный интеллект, технологии... Как следствие полной бездуховности. ...медицина абсолютно. Какая духовность искусственного интеллекта? Во что они вырождаются? Они просто вырождаются. Это просто какая-то другая раса. Просто вырождаются. Геи их не раздражают. Значит, у них там безусловный доход обсуждается активно, уже в тестовом режиме вводится. Чисто как в трамвае. Оценки в школах отменили. Бабы в правительстве. И ты понимаешь, ведь вот они же этим всем пользуются. Вот у них будет 6G в Японии, там, это тоже запад. Да. Проклятучие. Так они, ты понимаешь, нам его впихивают. Ну, правильно. Они... Конечно. Это как больной проказы. Знаешь, у них происходит психологический слом периодический, и хочется, чтобы больные были все вокруг. Они же знают, что мы не восприимчивы. Это не наше. Послушай, они просто знают, что мы последний оплот нормального человечества, и хотят угробить все окончательно. Конечно. Конечно. И они разваливают нас таким образом. Они сюда, Мерседесы свои стали поставлять, и Ауди в свое время. Слава богу, хотят глонассы устанавливать. Слава богу. Спасибо, что на вот этих последних рубежах, на подходе к нашей родине еще есть честные люди. Работает плохо, группировка неполная. Как мы знаем, перманентно находится не в полном состоянии. Спасает. Да. Спасает. Все-таки, как они, вы понимаете, нас разлагают, а, сволочи? А сейчас еще и искусственный интеллект этим займется. Хочется, ты знаешь. Противопоставим какой-нибудь наш могучий интеллект. Держаться нету больше сил, как птица говорун. Да, 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 слушай, это самое, как этот, господи, как же наш замечательный, это депутат-то наш такой, который борется с Альфом. Не Милонов, а другой этот безумный. Федоров? Федоров. Вот. Вот как я сразу поняла о ком речь. Вот. Правильно ли ныне называть Федорова безумным? Да. Нет. Это с их точки зрения безумный. Ихней. Ихней. Да. На пот. И Онищенко. Все, да, больше доверять некому. Помнишь, ползет огурец-убийца. Та-та-та-та. Один Онищенко. Граждане не поедем. Так, про Шейджи рассказал. Про это рассказал. Про это рассказал. Плохие новости есть, ребята. Плохие, ну такие. Нас не касается сильно глобально, но неприятно просто слышать. Потеряли второе место по продажам вооружений на экспорт. Хочешь я угадаю? Кто на первом? Ну, кто на первом, и так понятно. Ничего их не берет. А ты теперь угадай, кто на втором. По вооружению? По экспортным продажам. Экспортным продажам. Ну, окей, хорошо. Давай я прям вот глупость скажу. Исландия. Нет, Китай. На втором. А на первом, конечно, Соединенные Штаты. Разумеется. Да, мы действительно, мы уступили, опустились на третье место. По согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В 2017 году американцы напродавали на 226 миллиардов долларов. Российские предприятия на 37. Восемь раз меньше. Семь. Семь раз меньше. Китайские компании выручили от оружейных заказов 54 миллиарда долларов. Ну, так, на всякий случай. Ну, просто интересно. Ну, ты умеешь ты гадость сказать, да? Не зател портить вам. Плюс 7903-7976333. Друзья, несколько минут. И мы вернемся в эфир. Ждем ваши комментарии. С приветом, Набутов. Еще раз доброе утро. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Категорически шалом, дорогие друзья. Ну, что, сейчас у нас 5 минут в эфире. Попытались как-то зарядить вас позитивом. Рассказали про 6G. Правда, не у нас. Рассказали про, так сказать, отмену платных парковок. Я, кстати, дорассказал, да? А, я же не дорассказал, да? Про Раменки. Про... То есть еще что-то, кроме отмены платных парковок? Да, значит, смотрите. Действительно, муниципальный совет депутатов Московской районы Раменки отказался от обустройства платных парковок. Значит, об этом сообщила депутат Мосгордумы Екатерина Янгалчева. Депутат опубликовал результаты голосования народных избранников, которые в большинстве не поддержали инициативу по организации на территории района платных парковок. Значит, с подобной инициативой выступал столичный депутат, ссылаясь на имеющееся у него обращение одного из местных депутатов. Нет, что-то происходит. Вот. Напомню, что обустройство платных парковок в различных районах города, значит, стоит по-разному. Ну, в некоторых случаях достигает 380 рублей в час. Вот. И является одной из главных претензий москвичей к столичным властям. В мэрии утверждают по-прежнему, что платные парковки являются чуть ли не единственной мерой борьбы с пробками в городе. Кроме этого, власти уверяют, что парковки организуются только по просьбам населения. А собранные таким образом деньги идут на благоустройство города. Конечно. Нет, что происходит, Витя? В свое время мы так войска в Прибалтику вводили в 1939 году по просьбе, так сказать, трудовых коллективов. Да, по просьбе рабочего народа. Значит, насколько я понял, что во всех остальных районах Москвы Люди выступали исключительно за платные парковки. Очень просила и получила. Особенно там где-нибудь Москва-Сити. Но платные парковки не во всех районах еще города. Их же нет на окраинах некоторых местах. Я спрашиваю, почему? Где-то убыло, где-то прибыло, ты хочешь сказать? Нет, нигде не убывает, только прибывает. И цены растут. Все больше улиц по максимальному тарифу. Более того, от меня некоторых ввели плату в выходные дни. Во все, кроме праздничных, скажем так. У меня вопрос. Я хотел бы обратиться к окраинам Москвы, где еще нет, точнее, где есть улицы без платных парковок. Вы что, ребята, афонарели? Почему всем жителям, кроме раменок? Ну ладно, раменки это отдельный разговор. Почему все жители хотят платных парковок? Туда уже вводят войска, Витя. А вы не хотите и молчите, что боитесь крикнуть громко? Ходи в платные парковки, даешь, Собянин, приходи. Плюс 7903, 7976, 3333. Кстати, ну вот еще из действительно хороших новостей. Давно такого не было. Ребят, российские фигуристы впервые за 14 лет завоевали практически все медали на чемпионате Европы. Четыре золотых, три серебряных и три бронзовых. В общем, из 12 медалей 10 у наших. Впервые за 14. Плохая новость, нет? Отличная. Мы ребят поздравляем. Да какие, без всяких но. Просто хорошие но. Я подумала, какое здесь но. У меня фоника началась. Но не чемпионат мира, конечно, не олимпийские игры. Нет главных соперников. Японцев, китайцев, американцев и канадцев. Но, тем не менее, все равно замечательные наши поздравления. Молодцы. Пишут там, да кому нужно, кому сдалось наше Южное Бутово. Подождите. Подождите. Проявите инициативу. Попросите платные парковки. Слушай, а вот еще комментарии также на наш смс-портал. Может, они просто к выборам готовятся. Вот и парковки платные отменили. Это на смс, а в ватсапе... Это они не отменили. В ватсапе то же самое примерно. Ребят, может быть, они понимают, что на носу честные выборы, а не так, как мы это наблюдали летом? Послушайте, что вы глупости говорите? Извините, ради бога. Я не в плане плитики. Они понимают, что на носу честные выборы. Послушайте, они эти выборы и проводят. Вы что, с ума сошли? Слушай, подожди. Ну, здесь же тоже я хочу ответить. Они проводят и голоса читают. Они правильно посчитали голоса жителей. Вот что пугает в новости про Раменки. Понимаешь, это первый раз за 20 лет такая новость. Последний звонок давайте заключить. Доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро. Денис, Москва. Здравствуйте. На самом деле, смех смехом, но платные парковки это единственный метод, который уже давно себя оправдал во всех развитых капиталистических странах. Потому что альтернатива это Лужковская Москва. Если мы помним, когда друг на друге парковались, когда невозможно было пройти, найти место и так далее. Поэтому в этом плане, как ни странно, я здесь поддерживаю. Я на самом деле с вами согласен. Это вопрос, это целый комплекс мер наравне с развитием общественного транспорта, чтобы люди сами пересаживались, например, на метро. И много чего сюда можно включить. Вопрос еще и в наличии мест, которые могли бы быть. Просто в Москве и в некоторых местах, в очень странных местах платные парковки. Где нет ни одной машины. Я понимаю, центр, да, нет вопросов. Он должен быть дорогим, как бы, и, условно говоря, таким образом ограниченный въезд. Но в некоторых местах, в значительном количестве улиц в Москве, ну просто очень, ну просто... Бессмысленные. Я еще раз повторяю, и их просто нету. Ну нету мест, понимаете? Их сокращают и сокращают. Вот еще одна из главных проблем. Друзья, мы продолжим. В следующую пятницу Виктор вернется в эфир. Оставайтесь под серебряным дождем. Оставайтесь под серебряным дождем. Оставайтесь под серебряным дождем.